А теперь к новостям спорта. Завершился чемпионат Молдавии по футзалу среди женских клубов. Волейболистки подвели итог первого круга, а наши кикбоксеры провели главный домашний старт сезона. Оксана, с чего начнем? Здравствуйте, Оксана. Начнем с событий на Приднестровском ринге. Там определились чемпионы республики по кикбоксингу. Претендентов на золото было много. Около 200 представителей из Рыбницы, Тирасполя, Бендер, Дубасар и Днестровска оспаривали выход в финал. До решающих боев дошли 76 файтеров. Среди чемпионов – лидеры Приднестровского кикбоксинга. Это обладатели Кубка Европы-2019 Максим Казаку и призеры международных турниров Ольга Дегать, Данил Зачеса, Егор Баркута и Дмитрий Звягинцев. В конце марта лучшие файтеры отправятся в Кишинев. Там определят обладателей Кубка Молдавии и сформируют состав для участия в международных стартах. В чемпионате Молдавии по волейболу прошли вторые матчи серии плей-офф. Бендерская Тегина уступила Тираспольскому «Динамо» 2-3. Таким образом, счет в серии сравнялся. Болельщиков теперь ждет два матча в Тирасполе. Следующая игра в воскресенье в 12 часов. А тем временем женские команды завершили первый круг. Наша «Динамо Глория» принимала Кишиневский политех. Соперник принципиальный. Две партии Тираспольчанки хоть и с боем, но уступили. Далее новый наставник Петр Станилевич сумел собрать команду. Наши волейболистки сравняли положение. Но на тайбрейке все-таки уступили 2-3. Тираспольчанки пока на четвертом месте. Мне кажется, команда сейчас находится в стадии становления. Появился еще один тренер, появились еще девочки. Через две недели начинается второй круг. В принципе, ничего не потеряно. В очковом балансе мы все рядом находимся друг с другом. Завершился женский чемпионат Молдавии по футзалу. В этом году в розыгрыше участвовали 10 команд. Две «Приднестровские» Чебруча ГТК и «Алга ПГУ». Футзалистки из Чебруча вступили в четвертьфинале «Новооненская гористи». А вот Тираспольчанки вышли в финал. Как раз против «Агористы». По первому тайму я считаю, что мы были сильнее, потому что ударов нанесли гораздо больше. Сегодня они очень здорово играли. Единственное, допустили ошибки, которые по большому футболу – это не ошибка. Здесь это ошибка. В упорной борьбе ПГУ «Алга» уступила действующему чемпиону Молдавии 1-3 и завоевала серебро. Это первый трофей такого уровня. Игрок нашего клуба Каролина Цабур получила еще и награду лучшего бомбардира чемпионата. На ее счету 18 голов. Теперь «Алга» возвращается в большой футбол. Игры второго круга чемпионата Молдавии начнутся в конце месяца. Ну а 16 марта всех нас ждет старт нового сезона в национальном дивизионе. Сегодня определились соперники приднестровских клубов. Тираспольский «Шериф» в первом туре на главной арене примет Неспоренскую спиранцу, а «Динамо Авто» сыграет в Терновке с дебютантом лиги Кодру из Лозова. Большой сезон вот-вот наступит. Да, 10 марта «Шериф» станет хозяином матча за Суперкубок. В гостях у наших будет Аргеевский Милсами. Вход на матч свободный. Все на стадион.